Вставляется в упор в затылок оленей. Олень активно обескровливает. Это время называется ранний осенний или поздний осенний забой. Здесь в МГМ находится забойный пункт оленей. То есть вот все оленей, которых выращивают, их сюда привозят и здесь забивают. Нам сейчас покажет, когда все устроено. Целый год, 11 месяцев оленей выращивают и за один месяц все что за год надо. Если грубо, то да. То есть свежая оленина может быть только в октябре. Это время называется ранний осенний или поздний осенний забой. То есть тогда, когда олень за лето нагулялся, вот за наше короткое чикотское лето он нагулялся, за эти выходные два дня. Он стал вкусным. Да, за эти выходные мы его забили и продали. Вот сюда вставляется патрон. Отсюда вылетает, вот видите, вот эта вот штучка. Она выходит где-то примерно на 5 сантиметров отсюда. Она вставляется в упор в затылок оленя. И олень остается живой. Он просто не может двигаться. У него работает легкий, работает сердце. Все органы, все работает. Кроме мышцы. Ну, соответственно, он не может там мрать, пищать и все остальное. То есть это называется орудие гуманного оглушения по английскому образцу. Как электрошокер? Нет. Электрошокер немножко хуже. При электрошоке останавливается сердце. У большинства животных останавливается. Поэтому запрещено. Это заказывается не гуманно. Дальше мы этого оленя вот на такую лучше нежку. Цепляем вот таким вот образом. За ножом. Здесь называется пункт обескровливания. Значит, нож длинный, клинок острый, тонкий. Нож стыкает заплошмя вдоль туловища, не задевая трахею и пищевод. Перерезается еремная вена и сонная артерия с обоих сторон. Так как сердце еще работает, и легкие тоже работают, то олень моторизованно так, активно обескровливает. Все. После этого, как кровь перестала бежать, у него отделяется голова, голова подается туда. Здесь у меня сидят специально обученные женщины, две, которые от головы отделяют язык. Голова дальше не товар, она выбрасывается. Если бы здесь стоял ветеринарный пост и от каждого оленя бралась проба крови, что этот олень чистый, вообще шикарный, и тогда эта кровь была бы товарная. Но это задерживает технологический процесс, и у нас цель мяса. Поэтому мы кровь сливаем в канализацию, вот сюда. Тормоз подняли, тушка поверх, а она падает задними ногами вперед, сюда и вот так вот к верху лапками она уже без головы торчит. Сюда укладывается четыре оленя, здесь работает 8 человек. Тут зарезается нога, вот за эти вот крючки вместе со шкурой она зацепляется, а сама туша с мясом цепляется за передние ноги, вот за эти вот цепочки, ну тоже на удавочку, и поднимается вверх. Шкура остается здесь, туша поехала дальше. Она до сюда доехала, это называется пост нутровки. Здесь у меня ветеринарный пост стоит, тут два литра частые, которые оценивают. Все что негодное идет туда по лотку. Туша моется, дальше она идет на весы. Они ее взвешивают, вешают на нее номер, дальше она пошла охлаждаться. За смену я могу забить 350 туш. Эти туши должны остыть. Остыть она должна до температуры в массе и мышц плюс 4 градуса. Процесс этот происходит 12-15 часов. Туша передвигается сюда, здесь она вот так вот обрабатывает. Мясо не жарится, просто обгорает шерсть, которая там могла присутствовать. Ее сколько ни мой, все равно вот эти шерстинки там остаются. На эти тележки мы их вешаем, загоняем сюда. Это называются камеры шоковой заморозки. Температура нагоняется за несколько часов, минус 38-40 градусов. То есть мясо очень быстро, очень мощно, очень сразу замерзает. Вы почем продаете мясо? Не скажу, дешево. Ну, так, порядок, то есть вы же оптом продаете? Порядок, ну раза в три дешевле, чем в Москве мясо оленяне. Субтитры делал DimaTorzok